здравствуй санкт-петербург решили включить да тоже прямые эфиры чтобы то о чем мы будем сегодня разговаривать это очень важно тема актуальная тема интересная тема неординарная я давно хотела кстати же писать сделать запись компромат на воду там у меня такое название уже в течение полугода на руки мне не доходили вот узнает мой распорядок дня это просто сплю я в самолетах такси вот поэтому руки не доходили наверное это правильно что мы включаем прямой эфир и все я потоковый человек в потоке все время говорю и вот эта тема по запрос опять таки вот мария тебе да и вот этого шла бы давайте по воде и ты запросам воды а я хотела бы сегодня почему компромат на воду потому что некоторые вещи которые буду говорить они иногда у большинства людей не будут стыковаться с этой информации которые я буду выдавать вам нужно быть готовыми тому что большую часть о воде информацию которую вы слышали слушайте от кого-то или будете слушать 90 процентов она будет не стыковаться с той информацией которые буду говорить я здесь вот я всегда призываю прошу мне тоже не верить никогда просто открывать учебники физиологии учебники биохимии химии физики опять-таки да погружаться в эту историю читать смотреть вокруг видеть что происходит вообще сейчас современно мира миром особенно за 30 лет что произошло и очень всегда приятно и меня понимает вот кто рожденный в ссср на борьбе рожденный в ссср мы все помним мы все знаем и понимаем и видим мы от наблюдали что произошло в 30 лет то есть никому не известно то есть не надо доказывать там да и говорить что за 30 лет общество у нас стало совсем больным больным уже настолько хотя вроде бы а наука шагнула очень хорошо вперед да и те операции например которые делали когда-то как сейчас делают какие техники да какая техника через компьютер там уже такие уникальные операции делают вопрос почему этих операций встала миллионы когда раньше были там сотни да и почему не профилактируют то есть при ссср мы помним очень хорошо на профилактику да у нас работа стояла так вот сегодня мы тему возьмем компромат на воду почему компромат именно потому что мы будем открывать эти темы которые я называю системы вообще то есть то что сейчас произошло под системой тот мир в котором мы сейчас живем находимся и который на нас воздействует через информационные технологии да и не только да через опять-таки ту же самую воду пищу бытовую химию этот мир воздействует а те объединение в виде государств до или города муниципалитета или пенсионного фонда или банков например да то есть все не просто так создана и все стремится к тому чтобы управлять счет эти моменты разделяя властвовать да то есть и деньги власти это не каждый проходит и конечно кто находится наверху задача управлять теми кто находится под руководством да и конечно управлять людьми которые ну скажем так до больными несчастными гораздо проще чем здоровыми и счастливыми еще долго живущими куда девать да нам и так все время говорят вас много 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 излишки населения прочее прочее так вот о воде возвращаясь к воде петербуржцы вот я сегодня ехала просто и не хотелось просто кричать какой у вас человек тот меня сейчас слышит тот из питера да какой человек у вас живет в городе я сегодня утром договорилась о встрече заранее конечно прилетела и вот мне вселенная позволила соединиться с этим человеком меня принял у себя на дому ему пили чай разговаривали о воде поэтому она как-то и пошло от вода вода его зовут алексей сергеевич горшков пожалуйста прямо вот погуглите да там посмотрите зайдите почитать об этом человеке и он живет здесь он работает здесь труд я бы сказала так не работает от трудится и трудится во благо это вот те единицы которые остались есть таких людей когда-то и подняла нашего родина тогда вот ссср давно шел как человек да то есть человек с большой буквы то есть воспитывал вот этот стержень человека очень мощно это вот те люди сохранены такие и когда ни власть ни деньги ни какая-то моментальная и секундная прибыль не убирает в человеке он даже не думает в эту сторону да то есть семиминутной прибыли вот мы сегодня разговаривали за кадром скажем тогда я брала у него интервью и как раз по воде и за кадром мы о многом поговорили да ты понимаешь что насколько аккуратно так тоже говорить да необходимо конечно наше время да но когда наверху ты уже думаешь там люди сидят или кто вроде бы вот мы все в аватарах ходим одинаково выглядящими да там разный цвет глаз кожи там и так далее но внутри человек сидит или как-то кто-то другой или какая-то некая сущность да потому что иногда же за длинным рублем там или долларом или евро да сейчас чаще или там криптовалюта и сейчас новая да уже узаконенная готовы изничтожить целое поколение или поколений то есть при этом понимая что они делают то есть это но такие моменты серьезные так вот вот этот компромат на воду я бы хотела поднять эту историю потому что она непростая водичка да тоже пейте воду да так вот у нас мы должны понимать с вами что вода это основа ну то есть я буду говорить вещи которые ну как бы они же истина да мы это все знаем но почему-то забываем нас отвлекают все время отвлекает система от простых вещей которые на поверхности и которые при ежедневной работе через эти простые природные эволюционирующие рядом с человеком то есть мы совместно с ними да в симбиозе эволюционирующих на этой планете дают нам очень классные результаты по работе с телом по его оздоровлению или профилактики наоборот чтобы мы не заваливались до в эту болезнь перекос ну натуропрактики называется процессы очищения на тоже аллопатическую цене болезнь мы называем это процессы очищения то есть тело сбрасывает накопившуюся грязь скажем тогда продукты распада обмена так вот не секрет что мы с вами живем но если по честному сказать на планете вода то есть нас уже гораздо меньше почему на планете вода кругом нас вокруг везде вода и даже мы дышим воздухом в котором определенный процент влажности вода до если у нас воздух будет полностью высушен мы просто не сможем дышать то есть вода опять-таки воздух мы состоим из воды то есть она в связанном состоянии то есть из циркуляции жидкостей нашем теле и где-то не связанном состоянии процентов 6 все остальное 95 процентов это жидкости в которой включена вода а если говорить о связывающем состоянии допустим конкретно системе кровь которая очень важна для обеспечения все микро макроэлементами гормональными веществами кислородом да то есть это транспортная жизненная артерия нашего тела то кровь на 90 процентов состоит из воды и всего лишь 10-15 процентов это форменные элементы вообще по идее нужно назвать тогда то есть это ну река да это водная система но здесь уже по форменным элементам да красные кровяные кельца да то есть названа кровеносной системой и мы должны с вами понимать что мы тоже зарождаемся но кто знает да понимает тоже мы 9 месяцев находимся в воде и вообще конечно о идее вот у вас есть тоже живет очень уникальная личность я два года назад тоже брала интервью малышева она акушер-гинеколог она 38 лет в этой профессии тоже уже это такое поколение рожденное в ссср и с таким стержнем и тоже мы с ней разговаривали и о воде в том числе затрагивали до эту тему и когда рождается дитя приходит на эту планету то околоплодные воды они должны быть вот кристально это вода вот чистая как слеза то есть околоплодные воды и чем больше становится дитя в отроби матери а большего развития тем чаще должны голоплодные воды меняться замена замена каждые два часа потом уже идут когда уже там девяти месяцев до подходит то есть меняется менять кристальная чистое должны но если у нас нехватка воды то соответственно сейчас большая часть детей рождаются в зеленой непонятно какой болотистого цвета жижи сморщинки уже такие как старички нехватка воды колоссальная и сожалению наше тело это передача уже происходит нехватки воды из поколения в поколение то есть уже несколько поколений человечества на планете земля то есть наш по геному передается информация то есть эта геномная память что мы живем где-то на планете сахара воды здесь нет кран выключен да и большая часть а экранов телевизоров от фитнес-тренеров от докторов ученых и так далее так далее мы услышим с вами что полтора два литра воды нужно пить или давно 28 миллилитров на 30 миллилитров там до 30 миллилитров на килограмм вес это там расчета различные так далее так далее я же буду с вами разговаривать на тему что это очень-очень большая засуха то есть вот эти полтора два литра это такой минимум для биохимических процессов в теле это минимум минимум для того чтобы тело как-то могло у нас думать мыслить кишечник там переваривать сердце скучать легкие дышать да то есть это на минимальные базовые потребности биохимические в нашем теле на самом деле это так и открываем физиологию например физиологию почек когда говорят полтора два литра это же много почки не ставится вообще вообще почки это же все сразу и у врачей даже есть такое заблуждение хотя мы открываем физиологию обычную физиологию по которой врачи обучаются и начинаем читать и черным по делам написано что почки две почки за сутки их обязанности как сверху устроили это же фильтрующий орган их обязанность пропускать через себя за сутки 180 литров жидкости не 8 литров не 18 180 литров жидкости мы помним до самом начале и жидкостей состоим и наше тело почки в том числе этот фильтр тела организма фильтруя вот эти жидкости даже лимфатическая система и межслеточная внутри тканевая и межсконевая и лимфатическая система да и лимбическая жидкость мозговая у нас большое количество жидкости и это все отфильтровывается отфильтровывается какая часть возвращается микромаграмментов обратно трофимосное русло там или лимфатическую систему то есть обратно все переходит а то что уже не нужно то что уже отработано мы через мочеиспускательный канал отправляем нас огромное количество куда да тогда вот если жидкости начинают больше куда то есть мы 30 процентов только выдыхаем через легкие у нас 20 процентов только испаряется через кожу кожа огромный огромный орган который это и дыхательная система кожное дыхание прямо есть такое да понятие это и питательная систему мы кушаем через поры мы это и выделительная система мы выделяем через поры и это охранная защита да то есть это здесь большое количество иммунных клеток да то есть бактериальная защита то есть бактерии у нас должны быть по идее и бактерии вместе с кожным салом создают очень такой мощный защитный барьер для того чтобы смешанные среды никакие остальные чужих куда нам не заходили и поэтому то сможешь что-то через мочеиспускательный канал через прямую кишку да выводим то есть это вот выделение у нас происходит поэтому не обязательно только через почки да то есть мы должны 180 литров опять-таки помним да что это работа с жидкостями и вот если у нас почки так работают мы им даем возможность так работать то есть есть вода которая поступает делать жидкостные наши системы жидкостные кровь нашу ленинфу внутриклеточное пространство смиральная жидкость жидкая то есть не просто так же говорят жидкость жидкое желчное содержимое да желчный стол то есть почему у нас начинается застой хлопья песок камень желчный или в почке почечном пузыре да мочевом пузыре то же самое нехватка жидкости приводит густой составляющей и жидкостных структур внутри тела как результат густая кровь и нам например начинают предлагать крово разжижающие густая лимфа вязкая и чтобы а лимфа она несет на себе задачу вывести из тела это называют еще мусоропроводом я не очень это выражение называю белая река жизни да и чтобы телу вывести 80 процентов берет нагрузку на себя вывода различных шлаков мы применим это слово из металлургии грант из продуктов распада обмена самим же клеточной структуре например да а если лимфа густая она не может это вывести через пот отправить тогда куда-то или там сбросить все же самое кишечник тело может поднять температуру тело просто так температуру не поднимается чем поднимать температуру чтобы как на сковороде густую язву жидкость растворить сделали более удобно варимой и вывести вот эти вот моменты мы должны понимать вот если мы почкам даем достаточное количество воды чтобы жидкие были структуры она могла спокойно фильтровать не перед напряжением да это все густую профильтровать обратно да представьте какая нагрузка на них идет здесь еще жидкая здесь все спокойно то почка почки так работая у нас плазмопруги за сутки может поменяться очиститься 40-60 раз можете себе представить чистится то есть можете себе представить а нам что сейчас предлагают например это сейчас очень сильно распространены иногда посматриваю на франшизы различные что сейчас едят скажем так мы предпочитаем да раз в три месяца или раз в полгода там различные капельницы по типу дитоз самоложение капельницы и прочее-прочее а капельница снова это что опять какие-то раствор матрифлор вода почему нельзя вот это вот выпить зачем нам крово разжижающие капельницы кто-то может там видеть иголки там да вот это все есть когда мы люди которые видят больнички вот это есть есть да такие моменты но мы будем сейчас хотя здоровых людям психологически здоровых и вы должны понимать да вот эти вот моменты что недавно два года назад я прочитала что английские ученые доказали что полтора-два литра воды это очень много недостаточно литр 200 то есть еще снижают но мы напоминаем английские ученые лондон куда уж да то есть еще меньше еще меньше организм спокойно возьмет из чая из кофе из борща и сока спокойно не возьмет организмом нужно поработать чтобы молекул воды связанном состоянии то есть ему нужно будет поработать включить ферментативную систему и так далее нагрузка определенная трата энергии что сейчас современном мире у современного человека не хватает энергетики да то есть говорят у меня нет энергии я после выходных суббота-воскресенье проснулась на работу а никуда не хочу вялость усталость и мы начинаем стимулировать себя дополнительными какими-то стимуляторами да кофе в лучшем случае да а в худшем это различные вот энергоносители да то есть которые подают большому количеству в аптеках да в магазинах там алкомаркетах и так далее и так далее то есть человек вынужден себя стимулировать это кредитная история со своего здоровья да из будущего мы берем когда-нибудь и там это закончится момент мы должны понимать с вами что воды нам нужно много мы уже поняли что мы на планете вода кругом вода мы зарождались в воде мы состоим жидкостные структуры и для того чтобы биохимические процессы проходили полноценно и качественно нам необходимо чтобы они оставались жидкостные и вода постоянно приходила приходила то есть омывала вымывала выводила заменяла и так далее так далее так далее и для современного человека если в среднем мы берем тогда от трех с половиной литров чистая вода я сейчас не говорю про соки про чай там да и так далее чистая вода от трех с половиной литров вот у меня в среднем получается пять-шесть литров воды за пять-шесть литров воды то есть в среднем потому что мы же еще блендимся мы думаем мы пошли на дискотеку да там кто-то вот когда у нас отек вот часто да вот просто как раз тело задерживает воду потому что нехватка и хотя бы здесь вот нужно каких-то моментов там да обмыть а мыть она вот задержка начинается из-за отечести вот я мало чего сброшу потом еще с беременны у них называется режим распаивание на девятом месяце выпивать 15-17 литров в день 15-17 литров в день чтобы полноценно аммиотическая жидкость да вот это вот околоплодная менялась конечно наши за двоих за двоих идет там никаких разрывов нет там просто воду так раз и все все эластичное наши связки сухожильные как сухая тряпка вот эта высохшая да потому что очень часто вот эти вот рассказали там эти волны шейки в игре и так далее хрупкость сухость все высохло берем дерево сухое да полежало на солнце раз сломалась а если дерево напитанной водой просто гибкость то же самое с костями то же самое связки вокруг костей да то есть они или как тряпка высохшая или эластичная то есть и это все вода вода поэтому наша задача с вами понимаю сейчас и вот я про горшкова сейчас коснусь на какую тему мы с ним-то разговаривали сегодня это просто вообще пинтер у вас уникальный человек а вот здесь много уникальных личностей живет и о воде вот мы понимаем что нужно увеличивать количество потребления воды просто чистая вода потому что если кофе или черный или зеленый чай это минус стакан вы должны понимать минус стакан воды если у вас сейчас там же танина определенная ну если допустим про черный чай да там танина содержание и это напитка на себя забирают воду организм пытается остановиться поэтому очень часто после черного чая потребности хочется попить на нужно пить кофе там немножко другое действие из-за веществ которые сужают нашу кровеносную капулярную систему в головном мозге это опасно для тела и тело пытается быстро это вещество разбавить в кровеносном русле соответственно забирают воду со всех сторон и разбавляет кровь собой водой чтобы разбавить эту концентрацию вещества поэтому еще кофе вот я все компромат на кофе не могу записать есть такой эффект 30 километра до 60-х годах исследование называется эффект 30 километра дальнобойщикам всем запрещено пить кофе начали обращать внимание что на 30 минуте после вот они попьют туда и вот кювет кювет человек засыпает то есть сужение сосудов капиллярной головной мозги повышается давление человек как бы проснулся но это опасно особенно если тело знает что среди судистой системы проблемы есть вопросы ему нужно срочно расслабить эти капилляры известно вода собирается со всего тела и так недостаточно понимаем вода собирается в кровеносное русло концентрация вещества растворяется меньше становится и сосуды рас расслабились и вот этому очень часто через 30 40 минут после кофе вот я от кофе вообще сплю да еще и человек уснул если он притом устал да уже и выпил как стимулирующая за рулем очень часто называют эффект 30 километра почитайте но если еще информацию не стерли сейчас почищает очень хорошо искусственный интеллект разные моменты поэтому чай кофе минус стакан воды очень хороших кофейнях где хозяева заботятся о здоровье своих клиентов которые к ним приходят кофе подают стакан воды можно вы обращали если вам вот если в кофейне вам без вашей просьбы официант приносит стакан воды кофе то это но хороший показатель хороший уровень заведения говорит о том что с вас не только хозяин забирает деньги но он понимает что происходит с вашим телом в этот момент да то есть я я притом без фанатизма отношусь к жизни да то есть ну я спокойно могу выпить чашечку кофе но понимая осознанно что происходит в этот момент и дам два стакана воды после до и после то есть перед кофе кофе с удовольствием там да с подружками и после восполняет и разбавляя сразу концентрацию для вот этих чтобы но не играть как на гармошке сердечно-сосудистой системы то есть если вы особенно понимаете что уже вопросы у сердечно-сосудистой системе кого кого к вам есть вам есть так вот есть такое понятие режим распаивания но мы так называем на практике режим раскрывать нужно телу донести что мы живем на планете вода что вода есть из ваших кранов она льется вы за это платите по идее у вас течет лекарство давайте тогда его назовем которая но не безоплатная конечно потому что мы все равно за него платим течет простое действующее лекарство основа основ здоровья нашего тела основа и есть такое выражение я сейчас применяю когда спрашивают а какую воду пить а как там да и так далее вот запомните друзья потому что у каждого свои возможности каждого там и с очень много мы живем в разных местах у каждого финансовая да своя составляющая разная лучше вода из лужи чем отсутствие какой-либо воды это вот на вопрос а когда как а какую и так далее лучше вода из лужи чем отсутствие какой-либо воды это ну чего хотелось бы сделать акцент начать и вот этот режим распаивания это поговорить с умом и показать телу что пустыни сахара здесь нет нам повезло вот нам вот на этой истории вот здесь на земле нам повезло пустыня сахара где то есть и реально у кого-то огромная нехватка воды на данный момент а у нас вот кто на территории российской федерации это же просто а у вас вообще здесь крае озер начинается бесконечность вот этой вот пресной воды конечно современный человек сейчас вот если кто отслеживает кто от экологии занимается да и так далее сейчас 85 процентов воды которого поверхностно там да или вот где-то там у меня скважина 150 метров там да или глубинная поражена то есть за счет действий человека у нас сейчас поражение земли воды воздуха просто ну это прям постарались прям постарались постарались да вот это все сделать и конечно если у вас есть возможность понимать уже какую воду пить тогда это еще больше плюс сторону исцеления тела то есть когда у нас нехватка воды мы плюс вами еще добавляем там до отсутствия движения психофизиологии то же самое да то есть я что-то постоянно нервничаю слушаю какие-то новости где там через страх через общество очень легко управляется через страх и нам это показали четыре года да провели такой большой эксперимент на планете земля увидели как очень легко управлять дальше а человек безумный страх безумные какие-то вещи так происходили так вот показать телу что вода есть воды достаточно да и называется такой режим распаивания мы начинаем вот допустим там сколько у тебя щас воды в день уже три пью уже благодаря тебе у вас вода хлеба собрались мария даже спрашивать не буду да то есть смотрите у нас получается режим распаивания вам нужно включить его независимо стакан воды у вас сейчас в день или три литра вам нужно тело чтобы говорить вода есть вода есть и каждую неделю по 500 миллилитров прибавлять особенно у кого стакан 500 миллилитров прибавлять тепло горячей воды вот здесь делаю акцент тепло горячей потому что ну даже вот не проверяя никого не делая никаких тестов абсолютно да не делая никаких тестов до понимаем что девяносто девять и девять десятых процентов народа населения планеты земля живущих особенно в больших городах мы не будем брать малые народа где-то спрятаны в джунглях и тайге то этические группы больны и вот это здесь я с врачами согласна нет здоровых людей есть недообследование да то есть где-то вялотекущие истории где-то в острой фазе за то есть но тело периодически напоминает хозяину носителю до что здесь не так то в коленке не так то в голове не так то локтей не так то желудок там что-то да там где-то чихнуло и так далее то есть что-то тело периодически нам говорит и когда у нас с вами идет еще нехватка воды то вот этот застой и закисления да то есть болотца мы такое внутри выращиваем болотца туда еще приходит например паразиты мы с тобой эту тему да затрагивали тоже паразитарная сейчас на паразитарную программу антикадидный протокол вообще практически не смотрят да то есть не проговаривают ее а это 80 процентов успеха в том числе такой мощный фундамент по работе тела и получается у нас вот это внутреннее закисление застой каша да вот такая вот болота которая начинает хронические воспалительные процессы внутри в первую очередь вопросы желудочно-кишечным трактом то есть синдром раздраженного кишечника или дравого там да дисбактериоз там гепатобилярная система желчный желудок поджелудочная мочеполовая там до различных вот которые кисти ставят да там различные умы да но этого добрые и добрые новообразование прочее прочее то есть это большое количество застоев и паразитарной нагрузки то есть нам необходимо вода чтобы это болото концентрацию да размывать размывать и выводить выводить через дыхание через кожу через мочевыделительную систему да выделительную систему и если мы понимаем что сейчас у нас тело вопросы к нам имеет у кого-то очень много вопросов да уже кому-то прям я проходила перед поездками сюда проходила курсы первой помощи в красном кресте да и там девчонки очень молодцы они приводили пример непонимания современного человека что он болен я тогда это тоже поняла через 20 лет спустя и думаю почему меня не слышат и потом я задала вопрос на одном семинаре как вы считаете ну когда вы больны ну то есть что должно с вами произойти что я заболел потому что мне всегда говорили я здоров я здорово а ты видишь что человеком надо прям человеку давно уже надо бежать и заниматься работать со своим телом потому что еще чуть-чуть и все это ну скажем так капельница и реанимация это как максимум и оказывается что человек когда заболел большая часть мне ответили что это когда у тебя понимание что заболел или заболела когда я лежу в больнице у меня вот здесь трубка здесь трубка здесь там пи 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 значит я заболел а то что там здесь колец здесь ходить не могу здесь голова раскалывается здесь на давление на таблетках уже 20 лет сижу это нормально потому что система говорит это нормально твоем возрасте это нормально соответствует вашему возрасту привыкаете вот что говорит система да и мы поэтому не воспринимаем свое состояние больной и девчонки там приводили пример когда они приходили в больницу до заходили то есть человек вот так же лежит под капельницами особенно мужчины к сожалению мужчина дорогие наши любимые вот женщина еще как-то задумал живем подольше поярче мужчины совсем на себя не обращать внимание я знаю когда нет кино это вот жена занимается таблетки мне дает и тогда то есть совсем не обращать на себя внимание прямо вот на на издыхание работают со своим телом живут и вот они подходят и спрашивают так а что там обход до утренний а что случилось что сюда попали что лежим да и стандартный ответ мужчины в больнице с капельницами то не знаю мне все нормально а давайте посмотрим так что у вас в анамнезе там написано там вашей ампулатурной карте там да а сахарный диабет гипердавление и вот даже не воспринимается что со мной что-то случилось это нормально потому что говорят это вашему возрасту соответствует поэтому что я здесь лежу как бы ну непонятно что-то положил врач говорит нельзя не вставай не уходи да поэтому друзья мы должны понимать вот эту ситуацию как система нам скажем замыливает глаза на себя же самого а потому что очень удобно очень выгодно зарплату получили пошли куда в аптеку ну это да можно через начале волкомарки да потом в аптеку и у нас вот этот замкнутый круг до в больницу аптеку зарплата больница аптека магазин зарплата то есть такой замкнутый круг замкнутый круг мы сами своими руками да что то делаем такое что тело потом говорит ну все я больше не могу да поэтому мы должны понимать что вода возвращаясь к воде да вот это вот основа чтобы хотя бы убрать токсическую нагрузку которая происходит там даже из-за того некорректного питания даже того же алкомаркета там да и так далее или понервничали что-то да и так далее то есть сгущение сразу в кислую среду идет у нас кровеносной системы и вода позволяет нам минимизировать вот эти вот вещи которые происходят каждую секунду что это происходит каждую секунду идет воздействие внешней среды на наше тело электромагнитные волны посмотрите в каком просто да мы сейчас живем окружении это просто воздействие такое идет и это все меняет структуру жидкостей внутри нас может жидкость помним да так вот сегодня когда я брала интервью горшкова мы говорили о чем вода из лужи да это лучше чем отсутствие какой-либо воды мы с вами начинаем режим распаивания мы каждую неделю по 500 миллилитров прибавляем водички потихонечку наливаем в термос начинаем пить тепло горячее потому что понимаем что тело сейчас у кого-то в спазме у кого-то спазмированные да вот органы спазмированные грудопрюшная диафрага например я понервничала здесь у меня все жалко прямо до тошноты бывает и тепло горячая вода позволяет нам это в китайской медицине называют эффект быстрой воды мы не тратим энергию на ее подогрев внутри нашего желудочно-кишечного тракта 45 градусов среднем и если я буду вам рекомендовать как очень часто комнатной температуре если у вас все прекрасно все системы работают как швейцарские часы вообще никаких вопросов у тела вашего к вам нет да хоть лед грызите грызем лед перевариваем ржавый гвоздь там до своим желудком но если есть вопросы пожалуйста своему телу сейчас как очень нежная хрустальная вазе тепло горячая вода мы же про энергию в самом начале говорили энергии тоже не хватает современного человека так вот опять таки это экономия энергии то есть если я комнатной температуры воду пью 20 градусов она например там да и я прям большими такими глотками с размаха там стакан занырнул туда ко мне а внутри у меня 45 градусов вот чтобы тело усвоил эту воду она пошла на биохимический процесс и сосалась пошло на проекте процесс ему нужно нагреть эту воду в начале и задержит в районе желудка в начале двенадцатиперстной кишки то есть специально прям подспазмируют органы задержит эту воду и начнет ее нагревать температуры 25 градусов помню нам с перепад например комната температура 20 до сейчас примерно а внутри 45 25 градусов перепад вот ему нужно 25 градусов эти догреть за счет чего он будет греть за счет собственной энергии за счет температуры органы которые рядом находятся гипотабилиарная система желудок тот же самый да а выгодушная диафрагма и так далее у нас очень часто даже вопросы бывают от холодной воды энергия почек надпочечников то есть это все туда же и у нас очень часто бывает от холодной воды стены прямо вот так вот глотками с маленькими глоточками потихонечку подержали во рту поглотились нет сейчас возможности выпить теплую горячую да пожалуйста данным маленьким глоточками не нагружая очень сильно а если сразу стакан бухнули мы и спазм себе создали и тело за счет собственной температуры своих внутренних органов начинает нагревать забирая эту температуру она нужна для корректной работы этих самых органов той же самой желчи той же самой печени поджелудочной и как результат мы получаем впоследствии уже проявленные хронические воспалительные процессы все что у нас воспалительное у нас называется на и ты там гастриты гастродиодениты холецистит да там и прочее прочее все это совместно и вода и спазм нарушение питания отведения управления там данного органа или системы да то есть многофакторный подход воздействие внешней среды соответственно мы должны многофакторные работать но вода это прям одна из основ основ так вот если тепло горячую будем пить 50 55 градусов соответственно мы будем эффект быстрой воды получать не будем тратить собственную энергию не будем давать нагрузку на внутренние органы будем как ванну принимать внутри для органов они будут нас расслаблять и спазм это мы перенервничали это мы позлились где-то погневались эмоции же нас периодически возникают современные да одна из да тепло горячая вода успокоила расслабила пошла на биохимические процессы эффект быстрой воды в китайском языке так называется 50 55 градусов замечательно просто легко в современном дача они поставили только вот это пошли таки все отключаем кипятить не надо воду не кипятить она все-таки живая осталась так вот если у нас мы понимаем что лучше вода из лужи чем а то все полива воды понимаем что нам 28 30 литров на килограмм веса это очень так мало только чтобы сердце длилось кишечник как-то работал легкие дышали мы что-то там подумали да то мы начинаем этот режим расставим что-то хотелось просить я хотела тебя тебя попросить показать наш стерилизатор это по поводу воды из лужи я могу показать смотри на себе вот у меня есть стерилизатор давай покажу как у меня новый да но рабочий это вот стерилизатор это если вода из лужи такое-то длина и да это я его с собой ношу меня уже наверно ему лет шесть наверное вот мой рабочий у меня началось сезон путешествий часто часто очень спрашивают да вот рабочий часто очень спрашивают лен почему у тебя так называется цветок здесь еще этот стерилизатор обязательно выглядит а это новенький так выглядит да то есть обязательно конечно если вода из лужи да мы понимаем что нужно начинать что-то применять чтобы эту воду мы понимаем что там могут различные непонятные нам существа жить которые нам как-то не совсем в тену да если особенно уже вопросы у тела есть особенно по желудочно-кишечному тракту соответственно мы как-то начинаем году с водой взаимодействовать и делать ее для нас безопасным так вот ну один из вариантов это тоже разработка уникальность и потом на дна да то есть здесь вот синемойной палочки сама такая тоже убирает органику и можно воду пить так вот если мы идем до вода чтобы она была для нас безопасной помните я вам сказала что 85 процентов воды сейчас на планете загажено по-другому не скажешь помимо того что у нас органика различная ну то есть это какие-то бактерии или коповые то есть да простейшие какие-то паразиты и так далее то есть в большом количестве могут быть воде есть конечно же да особенно вот сейчас летний сезон начнется вода начнет прогреваться и того там только не будет будет и так далее так далее наше иммунитет должен работать как часы да поэтому с вами вот о воде в том числе да говорим чтобы это было как часы так вот питьевая вода 80 процентов воды и вот мы про санкт-петербург тоже с горшком говорили с алексеем сергеевичем она непригодна напрямую для питья непригодна то есть современная фильтрация в вашем городе ну как бы вам во всех остальных городах она не спасает от того что сейчас в воде находится я не буду вдаваться сейчас в те моменты когда ну наверно там все видели уже живая мертвая вода вот эти все ли фильмы да и так далее где это структурированная вода там так и снежинки там или хаос хлам там да и так далее так далее хотелось бы еще раз акцент сделать что независимо из какого источника мы сейчас пьем я последнее время начал поднимать эти моменты и с алексеем сергеевичем тоже мы сегодня обсудили эти темы для меня тоже было к сожалению моему я очень природный человек я очень люблю планету очень люблю природу но что-то внутри земли планеты поменялось планета сейчас это или переход мы знаем да что электромагнитная сетка поменялась у планеты да и так далее такой переход очень сильно идёт если не построимся не будем успевать этот переход у нас просто снесет уберут да ну мы и так здесь время честно говоря вопрос просто я полезна для общества первую очередь для себя чтобы не быть обузой своим детям или своим родителям и такое бывает да то есть я могу быть до последнего своего выдох выдоха быть полезной себе сама себя обслуживать и быть еще полезной обществу вот вопрос об этом стоит и если мы этими инструментами обладаем обязаны это делать как человек разумный не человек безумный а разумный человек осознанный человек взрослый человек не с позиции детской что там путин виноват или байден виноват еще кто-то виноват там да или минздрав там как-то не отследил за моим здоровьем только в моих руках все что происходит со мной и с моим телом тем более и системе не выгодно чтобы были здоровы это вы уже понимаете да я надеюсь здоровые счастливые тем более долгоживущие потому что чем дольше человек находится на планете тем он больше понимает видит и осознает повторяющуюся историю как заезженную пластинку да если бы человек 150 лет пожевал как 144 лет от года дал наших предков он бы видел как история повторяется каждые 100 лет фонально повторяется так вот меняются декорации немножко но смысл является сюжет да смысл остается так вот возвращаясь вода сейчас питью химии столько соли тяжелых металлов столько и из-за безумного огромного количества потребления различных веществ синтетических которые очень легко и просто зашли в нашу жизнь сейчас через продукты питания воды бытовую химию так далее так далее безумное потребление антибиотиков и гормонов у нас вот эти вот вещества к сожалению у меня вот одно из образований дакса для твоей аудитории не представилась я в конце тогда скажу друзья доживете до одно из образований это ветеринарный врач ветеринарной медицины до ветеринарный врач так вот закалывание фермерских хозяйств да то есть не важно это будет рыба это либо фермерская имеется ввиду да то есть коровы халяль не халяль друзья то есть я иногда спрашиваю понимаете что по слову оляль вообще значится да кто-то халяль на мясо мы просто понимание есть хотя бы какой-нибудь большинства нет неважно да то есть фермер производства промышленное производство огромное количество антибиотиков и гормонов огромное и эти вещества которые никак не перерабатываются синтетически нашим телом телом животных в том числе они сохраняются в мясе варе не варе это все остается потребляя молоко яйца рыбу мясо фермерского производства крупномасштабного промышленного да мы потребляем все это вместе вместе с мясом там молоком и так далее потребляем эти антибиотики гормоны нам в принципе антибиотики не надо покупать за гормонами не надо бежать никуда они есть везде если мы покупаем еду из магазина почему человек говорит я же никогда антибиотики не ага и тут вот не выпасев делают а там полностью да адаптация это из-за этого так вот самое страшное накапливается в нас и часть тела так это пытается куда-то сбросить эту синтетику и мы выписываем да то есть общественную канализацию да это все проходя через наши несовременные фильтры и даже если современные это все продолжает это настолько мелко молекулярная единица гормоны антибиотики синтетические это дальше идет сточные воды выходят вместе с ними воды обычной которые мы вот это реки озера и так далее подводные прочих обратной ротации возвращается опять нам в питьевую воду да то есть знаем что часть большая часть 60 процентов возвращается обратно так вот в двадцать лет году тоже была нашумевшая это на самом деле так в двадцать первом году нашим санпином минздравом да было уже законодательно законодательном уровне определенное количество антибиотиков гормонов уже на законе прописано содержание да потому что ну уже некуда их девать то есть они уже настолько ярко проявлено что же по мы пока босс мы пока по он поэтому я не знаю с кем у нас там когда говорят теперь знаете с кем там на передовой да не знаю потому что мы до сих пор воз до сих пор во он а это ну прям такая история благодаря которой вот у нас вот по санпином уже антибиотики гормоны это в принципе ну вот это констатация факта они есть их не добавляет никто мы сами добавили через потребление вот этого всего безумного сброса канализацию стоковые воды и возвратка обратно к нам вот в таком виде пришла так вот мы понимаем с вами что вода сейчас из лужи конечно хорошо вот эти варианты это отлично органика уберем какие-то грубые фильтры отлично органика уберем а что делать с солями металлов а что делать с антибиотиками а что делать с гормонами а что делать с воспалительными различными то есть мы столько лекарств сейчас сливаем фарм индустрия просто не успевает печатать вакцины и так далее так далее так далее можно перечислять огромные химические производства то есть то что мы сейчас пьем и вот возвращаясь что планета внутри огромные пустоты структура меняется планета да то есть сейчас вот я возвращаюсь любя планету вдруг мы понимаем что родники родниковая вода она вдруг тоже стала небезопасной то есть там содержание вроде бы она через землю прошла вот это вот раньше фильтрацию тогда через камни через травы и так далее такой слой внизу уже непонятно чего родниковая вода стала небезопасной я как пример просто приведу возможно кто-то или уже сталкивались слышали допустим сейчас сейчас за 2011 год мкб это международный классификатор болезни у нас сейчас там диагнозов 55 тысяч плюс 55 тысяч плюс каждый год новые и новые болезни не в плане что их когда-то не диагностировали еще 150 лет назад было около 800 описанных как тогда и так далее 55 тысяч плюс это безумие и каждый год все новое новое так вот вот в санкт-петербурге это просто не горшков дал эту информацию санкт-петербурге если 10 лет назад может быть слышали диагноз болезнь крона такое да вот есть еще десять лет назад встречалась было поставлено этих диагнозов 8 8 человек за десять лет сейчас около а кстати не около десяти тысяч очень там что-то с копейки нам сказал здесь вот представляете да за 10 лет то что такое крона и вот они с кем сотрудничают а кто исследует вот дальше по воде работает и так далее именно чаще всего сейчас обращают внимание кто прям сидит на родниковой воде родниковая вода друзья то есть я вот честно говоря у меня мозг ну вот эту информацию тяжело принимать земля начала с нами разговаривать начал разговаривать все хватит и прямо кто прям совсем конкретно ширина родниковой да то есть вот начинает проявляться то есть когда хаотично вообще тело разбалансировка прямо из-под земли из ключа вот чем вопрос то и моментов вот этих вот много стало то есть что-то внутри планеты уже произошло что планета сказала стоп я думаю что это временный период мы в каком-то переходе находимся сейчас понимает переход что электромагнитную сетку до колбасе да там солнце просто нас заплевывает своими магнитными бурями просто буря на буре и так далее чистота шума на там просто до скачет мы понимаем что идет очень мощный переход соответственно нужно под этот переход сколько он будет лица мы не знаем если можно сейчас себя обезопасить так вот почему я была у горшкова то есть я когда узнала вообще вот о продукте советской инженерии это аппарат то есть мы разговаривали об аппарате он производится у вас здесь санкт-петербурге это продукт военной медицинской академии чтобы понимали 67 года разработки то есть мы тогда понимаем насколько советская инженерия была сильна но и до сих пор разбирают разбирают машинских да этот аппарат он помимо того то есть там вот мы сегодня разговаривали я там работаю сегодня ночью интервью да и вот там его это вот этот мой незаписанный компромат на воду вот это об этом то что мы сейчас говорили еще дополняю и плюс вот его история о которой мы рассказом так вот как раз благодаря вот этой советской инженерии это тебе будет наверно тоже понятно вот эта вот история это идут физико-химические воздействия то есть все сейчас аппараты корот которые на рынке представлены фильтрующие да то есть они да когда я понимаю вот она лужа меня больше ничего нет и вот у меня всегда с собой вот этот элемент да конечно же я его то есть я буду применять то что у меня сейчас есть или просто если я чувствую что со мной не так его в рот и очень обеззараживает хорошо и органику прям ну куда нам деть вот эти все остальные элементы которые проговорил особенно менять когда я ехала мне интересовал вопрос конкретно антибиотики и гормоны я не хочу употреблять вот эти все элементы это не моя история но не хочу я понимаю что конечно с мясом с водой это поступает и вот я узнаю инструмент и вот он советской инженерии инженерии да где через физико-химические реакции то есть так идет разбивка всего что попадает вот в вода и там из-за этой физико-химической реакции просто разбивается до электронов и протонов а потом опять идет шифт и вот все что да и вот все что было то есть я его прямо конкретно задала вопрос а как же гормоны антибиотики это тоже то есть потому что они молеку низкомолекулярные до вещества но мы доходим до электронов и протонов все разрывает да и там по характеристикам получается вода если раньше вот этому именно родниковая соответствовала характеристикам а сейчас вот эта вот история ну прям совсем печалит и тоже большие исследования сброшу книгу вот новика фактор тоже который следует вот эти все воздействия не по родниковой воде в том числе это как побочно у него продукт получился кому интересно почитайте и получается что эти характеристики воды мы ее делаем через этот аппарат такую которая она должна была быть когда-то по природе и то что мы сейчас вот за сто лет совершили с этой планеты к сожалению с планеты вода мы уничтожили не за золото бьются вы видите да за воду у нас любые ресурсы закончится мы живем здесь благодаря бактериям и воде симбиозе если не будет воды это конец ну так же как и воздуха да то есть это основа жизни здесь и идет сейчас борьба за ресурсы за воду в том числе поэтому вот этот вот пввк называется производство высокой высокой воды высокого качества то есть очень простой вот он у вас это да это да и я я на сайте даже свое время информацию на своем вместе с путешествием когда я нахожу что-то то что реально помогает нам быть цельными здесь да исцеляться вот я оду сейчас пою нашим инженерам я воду поете людям я воду вы просто бы увидели каких условиях он живет потому что то что которые вот живут в других условиях это вот эти мембраны где мы эту тему поговорили то есть это то что с одной стороны органик убирает делает воды с другой стороны это синтетическая таблетка с одной стороны мы лечим какой-то орган а 10 полечим и вот здесь то же самое то же самое к сожалению все то что у нас на воде стоит даже японский раскоченный канген представлять а это 250 300 тысяч стоимость такого аппарата я прошу прощения у меня прямо есть друзья у которых эти аппараты стоят да но это работа с органикой с у в п с поверхностью мощи натяжения да ну и все да ну и все а куда мы соли а куда мы это куда мы еще там там столько характеристик и вот если вот это вот собрать вот этот вообще он у вас под носом под носом конечно конечно а сколько слушай вот я не заходила на их сайт я покупала зимой за 74 он стоил 79 знаю что произошло любую любую я пропускала бутилированную ну который там с источника у нас там в москве там столько пены столько шлама а если из-под крана там иногда вот но в общем и там такой вкус получается у меня на работе стоял я угощала там просто будет другую воду все сейчас я маме отвезла просто это бесконечности менять да надо ухаживать за ним там есть уход но это не то как вот фильтр каждый месяц на фильтр снимать катушки там промываются просто промываются и все у нас месяц в кислоте скажите лимонная кислота стерилизуется и все и пластина там раз в год меняется который вот на физико-химические электрохимические реакции пластина заменяется вот а там в принципе одна кнопка одна кнопка я маме показала ухаживать просто понимание просто на моей маме вот 82 в этом году еще просто это объяснить насколько простой аппарат десятилетиями но это здоровье один раз то есть если посчитать на год там даже сколько мы в месяц тратим на всякие таблетки больницы анализы исследования обследования я сейчас даже не знаю я давно не хожу в поликлинике я не знаю сколько это все стоит мне иногда говорят это глаз дергается сброшу ссылку да обязательно там вы можете просто даже по ввк найти а у них цена поднималась 80 чем то но вот мы с ним разговаривали когда вы можете макагоша набрать или через мой сайт суббитперешествие зайти или макагоша там или мне вчера писала то есть там скидка идет большая скидка хорошая идет со скидкой но это того стоит вот я полгода пила себя на работе это о чем да то есть вот мы сегодня коснулись воды мы понимаем что это основа вы сегодня возможно узнали информацию которая она тяжело головой воспринимается да что нужно пить больше что эти полтора два литра воды это мало это засуха это сухие связки вот они разрывы подрывы там и так далее так далее это сухие кости вот они они с накоплением до человеку сухая с возрастом я показала вам фотографию а это вода 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 мы поговорили с вами да что почки их работа их работа такая физиология за сутки сколько жидкости открыть кровать прогонять прочистить задача может остановиться еще в одной паразитарной программе если ну буквально несколько минут давайте хорошую прямо с участием именно нашим сколько с вами тут ну давайте не нагружать давайте-давайте потому что очень тоже важная тема тебя прям благодарю за вопрос потому что у многих многих не возникает этого вопроса паразиты меня собак нет я с домашними животными вообще не общаюсь и так далее и так далее да как бы положение не во мне да друзья скажу вам да то есть они вокруг нас они на нас они внутри нас они везде здесь здесь я вздохнула сейчас просто кучу непонятно вообще кого задача нашего тела справиться с этим задача нас дать инструменты чтобы мы были внутри не вкусные чтобы тело так сказал так мимо прошли транзитом просто и вышло транзитные пассажиры есть такое понятие вот транзитные что они нас не жили да не пассажирились долго так вот паразитарная вот эта вот работа с телом у нас должна быть как очень наш и при ссср кстати с этим работали была очень хорошая профилактика вы просто запомните друзья два раза в год это минимум мы должны заходить на паразитарную чистку общаемся мы с животными не общаемся мы с животными мы должны заходить на паразитарную чистку они кругом есть антропоза анозные есть чисто к человеку есть которые через пищевую цепочку передаются есть мы вдохнули там до собак тут зимой понагуляли все под солнышко высохло да и так далее пыль поднялась да мы вдохнули пожалуйста они поступают с нами здесь допустим да антибактериальные мыла антибактериальные шампуни антибактериальные пасты наш мир борется с бактериями а мы живем благодаря бактерии живем благодаря бактериям внутри и снаружи должны быть бактерии мощные колонии чтобы на их место если они уходят приходит кто грибок это прямые антигонисты красное дело что враги ну не враги не корректно сказал просите меня грибки у каждого своя задача грюков тоже своя задача утилизировать то есть тело вышел дух из тела да и чтобы тело у нас не оставалось мумифицированным грибок начинает заходить свои права и разжижает утилизировать да то есть все переводить органику уже обратно уходим из земли вышли до земли возвращаемся то же самое видим труху деревьев до этого у нас работают бактерии то есть задача грибка утилизировать и он все правильно делает все правильно но должна быть его немножечко у нас еще в 60 70 начало врачи кричали идет пандемия вот здесь прям применил это слово пандемия кандидоза кандида пришла к нам псориазы грибки ногтей когда все перхоть которые говорят это бактерии это грибок друзья там да и различные различные добрые и недобрые тогда образовать тоже очень часто как мицелью этот простейший грибок по телу разрастается различное образование нерусы на коже да потому что если ты эстетикой убираем но если мы внутри не почистим свое тело от паразитов да у нас то будет заново полипы различные что ж наружу что внутри там да и так далее и так далее это малые формы а есть крупные формы наш кишечник да грубо говоря 10-17 метров нужно лучше кишечный тракт от ротовой полосы заканчивая анусом внутри может находиться особь которая 12 метров тоже достигает длину они внутрикишечные внутритканевые там да и так далее так далее они постоянно попадают к нам через воздух пищу воду и если мы вкусный плацдартом готовим съели шоколадку выбили кофе полежали почесали пузико закурили сигаретку пошли потанцевали опять легли да и так и за дня в день за дня потом психанули еще понервничали и вообще паразитарной программе еще не пьем вообще воды не надо не пейте нам говорят врачи не пейте ни в коем случае воды выпей таблетку заглуши там да вот эту боль свою да не надо как я говорю вот представьте мы едем автомобилисты едем за рулем у нас панель перед нами да которая сигнализирует что происходит с автомобилем и вдруг загорелась лампочка масло масленица любой автомобилист понимает что это но если он здравым имею память есть которые вообще купили права и не так и едут 10 километров 15 проедут в 20 зависимости там что произошло да и все и приехали масло все вытекло например там да или так было на дне он щупом не проверил сейчас меня мужчина комбилист очень хорошо понимает да и все и мы приехали очень дорогая замена еще в зависимости какой автомобиль а теперь представьте что делает таблетка например обезболивающее вот у нас загорелась масленица на нам здесь болит здесь болит просто берем да мы берем ткань сверху накрываем панель приборов не видим масленица горячую лапочку нет проблем вот и все когда мы приедем ну скажем остановится до автомобиль вопрос как говорится автомобиля зависит здесь тоже самое когда я приеду и потом уже врач будет говорить в больнице кашу дай бог как минимум да а что же с нами случилось как вы здесь оказались что произошло да они знают что все нормально в принципе то все нормально вижу вот поэтому вот эти вот мы должны сигналы своего тела и слышать да и в том числе паразиты так вот смотрите помните я вам сказала 55 тысяч плюс диагнозов мкб международный классификатор болезни 80 процентов ты как математик вот это возьмем за сто процентов 80 процентов этих диагнозов уйдут если вы будете два раза в год как минимум а если животными общаетесь тогда и так далее 4 а вообще современного человека лучше 4 раза в год каждый три месяца заходить на паразитарные антипаразитарный курс это обязательно нужно содержать держать и антикозидный протокол кстати вот давай покажу в дна есть замечательные препараты путешествующие у меня как и травы я применяю да то есть но очень много сейчас у меня вот группы пошли я прямо закупила большой объем потому что здесь технологии это отдельно мы сейчас не будем да но технология определенная биодоступность 90 процентов я очень обожаю вот у ваших нанотехнологии еще 20 лет назад это зашли еще когда нанотехнологии даже и не слыхали уже был патент и работали но здесь травы которые горечи да позволяют нам быть внутри не горькими когда вот 60 70 году врачи кричали идет пандемия кандидоза была о чем сахар стал доступен сахар зашел в большом количестве 50 60 была задача накормить заглушить вот этот вот голод да который послевоенный шел и сахар и белая мука быстрые углеводы сложные плюс отшлифованные да то есть крахмалисты вот эти все это целенаправленно разработаны вот эти все вещи для того чтобы жиры быстрые углеводы прорабатывали заглушали голод это была работа с посудом да то есть нужно было отстраивать страну и так далее так далее так далее то есть это тоже была целенаправленно работа пищевой индустрии мы должны с вами понимать поэтому сахара это прямой питательный элемент мы внутри тортики для кого для всех вот этих вот грибков они это любят для всех вот этих вот листов там да там круглых ленточки важно внутри кишечник внутри тканевых там они где только не живут это все питательная среда то есть мы вкусные все травы что дикоросы нам говорят ни в коем случае траву траву каждый день нельзя да что же вы это это опасно это привыкание не дай бог не дай бог макарошки с булочкой каждый день вообще вот так на армалеус прям каждый день макарошки с булочкой синабон да можно каждый день на протяжении всей жизни траву дикороса даже не думайте в эту сторону не думайте говорит система да поэтому я вам говорю да давайте задумайтесь если у вас есть такие да то есть там составы при том у нас вот эти горечи когда мы становимся горекими невкусными а это питание для бактерий вот бактерии вот это любят которые нам нужны это наша армия наша защита когда мы применяем антибактериальные мыла и так далее так далее мы смываем защитный слой бактерии убираем просто уводим армию свято место просто не бывает на их место все остальные которые нам не нужны абсолютно цепляются да начинают жить размножаться и продукт жизнедеятельности сегодня тоже с горшком разговаривали в среднем на нас они есть если мы с ними не работаем то в среднем представьте себе только вот эти ну паразиты да назовем их среднем выделяют до трехсот миллиграмм своей продукты жизнедеятельности в сутки в нас внутрь токсины это же огромное это огромная просто ну история вот она наша вялость вот она наша апатия вот она наша там дрявый кишечник да они просто там продырявили так далее вот она отсутствие энергетики вот я ем 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 а все время голодные потому что в первую очередь поразит себя накормит остальное только пойдет да на тело и так далее и так далее вот он то у меня апатия до меня гипервозбудимость у детей особенно да то есть вот астрицы лямбли они вызывают его невозможно гипервозбудимость вот они продукты обмена продукты их жизнедеятельность который влияет напрямую на наши в том числе и психическую функцию я вообще это вот люблю да вот эти моменты это энтеросорбент до циолиного ряда циолиты энтеросорбент вот это вот из-за биодоступности работает очень быстро я меня кто-то если пытается заболеть немножечко в грудке там только намек такой да вот а у нас же там практики идут и так далее все от практик не отлыниваем тут же даже если вот клеосорб и и температура если и рвота и понос одновременно и были такие случаи снимает вообще просто я капсулу только раскрываю то есть сразу чтобы была капсула для удобства применения вот поэтому то с ней снятие токсической нагрузки о чем я сейчас поговорила так вот друзья два раза в год нам как минимум нужно необходимо заходить на паразитарную чистку и 80 процентов диагнозов из 55 тысяч плюс будут сниматься это же не верится не верится я просто приведу пример семейная пара к нам пришла я зимой работаю центр натуропрактика жива в москве приходила семейная пара возрасте там около 80 лет ему поставили склероз атеросклероз понимаем да что это такое такое но серьезная штука и в современной медицине но это как бы еще как бы доживите с этим при том что это ухудшение она очень быстрый там прогноз был через три месяца как бы уже и память будет терять и так далее ребята сказали хорошо просто отдали медицинскую карту в принципе ну так уже и денег не поимеешь они пошли другим путем они пришли в природу натуропрактику и на год на год зашли на антипаразитарную программу на год на антикадидном протоколе с паразитарной программой и вода конечно же вода то есть чтобы эти яды токсины и шлаки нужно выводить это умывать вымывать вымывать через год это была другая абсолютно семейная пара с абсолютно вообще то есть диагноз сняли но там врач даже слушать не стал ему сказал он так прямым текстом слов мне не интересно что вы делали ну то есть они хотели передать информацию чтобы других как-то вот но неинтересно системе неинтересно друзья вот поэтому не верится что 80 процентов вода паразитарная программа да то есть ну еще инструментов много вот я веду курсы тела человека инструкции по применению но вам сейчас даю прямо вот мощные инструменты чтобы вы понимали и сейчас к сожалению а ну или может быть для того чтобы мы проснулись опять-таки нас уже планета будет сама у нас такой негласный как нам негласно приказа вроде как никто не слышал да но рекомендации были там до повязки например носить и вот рекомендации диагнозы тоже паразита но минимум ставить минимум и у нас тоже как пример был лично ко мне ходили тоже семья пришли как раз с гипервозбудимостью дитя 3 года сразу сказали это паразиты ну то есть у нас первый вопрос который мы задаем вообще даже не я вот лично задаю первый вопрос не сколько человек даже пьет когда последний раз вы делали антипаразитарный программ когда то есть англистов именно конкретно и это не должна быть синтетика синтетическая таблетка это вообще здравствуй печень 2-3 года 4 подряд на синтетике это потом здравствуй печень она постучится она даст себе знать так вот когда в последний раз делали антипаразитарную программу отсюда у меня уже вывод если человек никогда я я могу даже просто ему не касается сказать без всяких узи биохимии крови мрткт просто назвать ему те диагнозы если он пойдет в врачебную систему что ему поставить и вот как пример у нас пришли с гиперактивным ребенком папа мама сказал вам нужно всей семьей заходить на паразитарный прям заходить описняли там все одно тяжело уже там мы же мы сдаем здесь 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 нам ничего не находят да сейчас тяжело современными вроде бы как бы это найти через два месяца работа они все работали все лучше лучше не зашли все-таки на антипаразитарную программу и зашли в институт паразитологии сейчас говорю те вещи которые ну меня это могут вывести из равновеса вы нет ни один раз youtube уже закрывали искусственный интеллект постоянно проверяет что ты говоришь для системы это опасно скажем так для меня тоже так вот они пришли в институт паразитологии в москве что понимали институт паразитологии и когда там взяли анализы да то есть а идет две недели работы с травами антикадидный протокол паразитарная программа травы вот эти мы применяемся и там конечно поднялось такое да и у дитя берут и там они на экран это же еще уводит там просто картина маслом приплыли папа в шоке видя все это да для него это не когда ты это видишь что в твоем ребенке находится а это и тебе в том числе да то есть как бы это как бы такая история вот такого профессора позвала кулуар коридон и сказал вы знаете я не могу вам поставить дианезе написать вот всех тех товарищей которые мы видим то есть у нас негласно пришел указ этого не писать смысле как бы мой живот да я не могу и в институте паразитологии диагнозе написали дитя написали следующий диагноз холецистит гастролида нет синдром растороженного кишечника дискинзия желчного пузыря знакомые дать потому что их что их можно лечить бесконечно это замкнутый круг это а если мы уберем причину первопричину тогда все это раздражение на желудочно-кишечный тракт уйдет токсическая нагрузка на тело уйдет и все очень делать то будем куда аптеки куда фармкомпании куда врачи то есть это замкнутая круговая порука который рука руку моет да то есть да поэтому 80 процентов друзья повторюсь это успех паразитарная очистка с антикоридным протоколом и вода а теперь для наших зрителей расскажем все друзья да сейчас ведем и потом вопросы представлюсь для твоей но и кто-то у меня там новенький тоже заходит макогонова елена анатолиевна я натуропрактик целитель а целитель тоже у всех понятие разное недавно я это слово начало применять со своим пониманием я за цельность то есть я работаю с телами человека авторский семинар у меня есть авторский семинар тело человека инструкции по применению где мы берем все инструменты простые природные понятные и делаем так чтобы собираем матрешку обратно то есть за цельность дух душа тела то есть здоровье психическое здоровье ментальное здоровье физическое здоровье и фирмы да то есть мы все тела собираем страиваемся и соответственно больше не расстраиваемся то есть это вот об этом и также организатор путешествий со смыслом как я называю сейчас у меня как раз сезон с мая по конец сентября чаще всего то есть я нахожусь с группами с разными мастерами на разные тематики абсолютно это юридическая астрология это альтернативная история и это здоровье например там да то есть это и психологии это энергопрактики разные разные мастера разные направления это камчатка это алтай это байкал это карелия это узбекистан нынче будет кыргызстан нынче будет антарктида в следующем году уже набрана правда да то есть это такое мы я люблю такие путешествия знаете когда мы смотрим и регионы мы смотрим страны мы смотрим там город какой-то но при этом мы еще получаем какие-то знания трансформируемся до меняемся эволюционируем и вот это об этом я занимаюсь изучением вообще биологии природы человеком с рождения был интерес и вот это во всем этом ковырялась обучаясь в школе еще в девятом классе я уже поняла что хочу заниматься людьми поступить в медицинский и поэтому параллельно тогда была возможность при ссср я училась в школе и мы ходили вечерку потру тогда были то есть вечернее образование и закончив один из классов тогда мы уже перепрыгивали сейчас один строн до перепрыгиваю переходный период и 7 6 года рождения то есть рожденный в ссср затронута затронута вся эта тема вот и мы я получила сразу с подружками так делали получили образование и среднее и среднее специально у меня первое мое образование в жизни там младшие не всегда по ходу за больными и летом проходили практику в поликлинике у меня сразу была трудовая книжка уже прошли прошла все эти отделения видела человек сам себя своими же руками ведет в никуда да то есть вот в эту историю больничных коек очень разочаровалась человеке в результате поступила не медицинский а поступила ветеринарный вот помогала животным отработала по ветеринарии но потом наступили девяносто восьмой это совсем были помните да вот такие периоды ушла в строительство долго работала в строительном рынке доработалась до директора промышленной вентиляции кондиционирования воздуха в новосибирске но меня никогда не покидала вот эта вот вся история по работе с телом я всегда интересовалась если я видела где-то в своем поле человека который выделялся кардинально из общего поля например там до 40-летний мне 20 вижу 40-летнего который шаблонном да система говорит 40 лет надо выглядеть вот так и нужно иметь вот такой определенный набор хронических заболеваний заболеваний и вдруг я вижу человека который так не выглядит и заболеваний у него нет я всегда подходила дергала за руках и говорила что ты делаешь для того чтобы и вот 20 лет назад у меня родилась дочка благодаря дочке я начала еще больше погружаться в систему питания в систему воды в систему физических упражнений а восемь лет назад я уже капитально просто ушла в эту сферу я ну я жила как все притом жила как все накапливала знания и когда 40 ну наверное лет 38 не было я получила вопросы с поясничным отделом с коленями сердечно-сосудистой системой пошла по врачам и в одном из кабинетов я до сих пор благодарна тому терапевту сосудистым она была кардиолог и она меня все измерила посмотрела и говорит ну вы знаете как бы ну вам уже 40 практически но это нормально привыкайте и вот эта фраза это было окончательно когда до меня какой-то шаг холодной водой я выхожу лена у тебя столько информации было и почему ты это не ты столько видела людей которые те все время вселенная на твоем пути показывала этих людей я вот это 87-летнего до показала который даст фору 60-летним 50 лет 30-летним да свои физическим энергетическим статусом тебе столько вселенная показывала людей что это не системно то есть наоборот человек должен быть другим почему нам закрывать эту информацию другой вопрос я все я закрыла вот так дверь в ту сторону и восемь лет назад я пошла полностью по другому пути и вот сейчас восемь лет спустя это я это абсолютно большая разница я себя даже лучше чувствую чем 25 ой энергетики и по физическим здоровьем спасибо что ты удивилась сегодня на время я сейчас наши трансляции закончу перед вопросами вопрос уже сделаны без трансляции потому что у меня телефон давай давай спасибо тебе большое спасибо тебе большое что ты нам сегодня уделила время я надеюсь следующий раз когда ты будешь здесь в питере опять бы тебя просить прийти к нам и мы с тобой я уже научилась да да и мы проведем у кого не получается да пожалуйста я буду к своим подключаться тоже давно вообще не делаю все спасибо большое за информацию я отключаюсь и начинаем вопросы и ответы да я сейчас здесь тоже друзья отключусь ой ирина александровна вы слышали да я тоже друзья отключусь и на новую сторону отлично ирина александровна да ну я в следующий раз уже до нас доедете потому что леночку надо просто слушать ирина александровна Продолжение следует... Продолжение следует...